Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Неоднократно в наших передачах мы уже поднимали вопрос номинального христианства, когда человек вроде крещен, вроде бы носит на себе крест, заявляет о себе как о православном христианине, при этом православной жизнью не живет, не живет таинственной жизнью церкви. И поэтому сегодня крайне актуальна будет наша тема, которую мы затронем в эфире, тема таинств и обрядов. У нас сегодня в гостях протеерей Дионисий Кузнецов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Милени. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Тема для вас является своей, то есть это ваш конек, потому что в семинаре вы преподаете, преподаете именно практическое руководство для пастыря, то есть для человека молодого, который готовится стать священником. И вот сегодня эта тема действительно, как я уже сказал, крайне злободневна, актуальна. Люди считают себя православными, при этом, то есть у нас есть такая некая иллюзия на тему того, что мы живем в православном государстве, что даже христианство, православие является государственной религией, хотя это мы видим на практике не так. 80% о своем православии заявляют, из них только 5-6% в общем-то живут православной жизнью, то есть как бы ходят в храм регулярно, участвуют в таинствах и так далее. Поэтому вот поразбираться, зачем вообще нужно участвовать в таинствах, мне кажется, сегодня крайне важным. И вот прежде чем начать наш разговор, может быть вообще в принципе поясним, что такое таинство как таковое. Поясню, почему это тоже очень важно с этим разобраться. У нас, кроме всего прочего, есть крен у людей в сторону увлечения различного рода оккультными, эзотерическими практиками. Тайными знаниями. Тайными знаниями, да. И вот они иногда думают, что вот в православии есть тоже некая эзотерика. Вот есть ли разница в понимании эзотерическом тайны и в понимании православием тайны? Ну, безусловно, да, конечно же, есть разные понимания, потому что эзотерическое скрытое знание подразумевает, что есть профаны, то есть те люди, которые не посвящены, потому что им невозможно, недоступно, в принципе, они существа низшего порядка. А есть высшие существа, которым, соответственно, возможно скрытое знание. Вот поэтому профанам время тратить не надо, говорят эзотерики. Церковь же, она изначально для всех. В Священном Писании неоднократно говорится очень важная фраза, слова, которые Бог обращает. Бог каждому хочет спасения, каждому. А спасение – это как раз самое высшее, самое таинственное, самое сокровенное, что может быть. И таинственное оно не в смысле, что скрытое, а скорее непонятное. Непонятное до тех пор, пока ты несовершенен. Вот. И Христос, когда Он говорит ученикам Своим в тот день, в день последней встречи человека с Богом, когда закончится человеческая история в несовершенном ее виде, Он говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем. То есть как раз Бог, Он и есть ответ. Он ответ на все наши вопросы. Он ответ на разгадки любой тайны. И поэтому, если мы сейчас не понимаем, Он нам обещает, что настанет день, когда вы все все поймете. Вот. И все узнаете. И вот получается так, что когда мы говорим «таинство церковное», это прежде всего означает, что есть некое священодействие, во-первых, то есть формализованное, да, чинопоследование, которое соединяет, изменяет человека, изменяет его, и он переходит в иное состояние, таинственным образом, таинственным, не скрытым, а пока непонятным для человека до конца, как это с ним происходит, да, как человек рождается, таинство рождения же, так говорят же тоже в том числе люди нерелигиозные, таинство новой жизни, да, биологи узнают как, что происходит, и мы читаем это в школьном курсе биологии, или в университетском, и начинаем это лучше понимать. Но до конца все равно это не раскрыто пока. Пока человек не обладает полными знаниями. Вот точно так же знание о соединении с Богом. Бог бесконечен, и поэтому познание его бесконечное. И поэтому только тогда, когда ты достиг обожжения, то есть высочайшего нравственного совершенства, когда ты подобен Богу, вот тогда Бог, Он ответ на все твои вопросы, и ты видишь и знаешь истину так, как она есть. Вот. И поэтому в этом смысле отличие таинств от обрядов как раз в том, что есть священодействия церковные, которые не переводят человека в иное состояние, да, и мы называем их обрядами. И есть священодействия, которые переводят человека в иное состояние, и мы называем их таинствами. То есть изменение естества человека. Таинство крещения. Человек был не способен достичь праведности, святости, он переродился и стал способен достичь вот этого состояния. Человек был не способен изменить свое естество и победить то зло, которое в себе. Таинство покаяния, метаноя, перемена ума, и человек становится способен оставить то зло, которое прикипело к его душе навсегда. Он изменился. Для него вот это зло больше не свойственно, не естественно. Оно ему чуждо теперь. Именно в результате перехода из одного состояния в другое. Таинство Евхаристии, таинство соединения с Богом, его вообще называют таинством будущего века, святые отцы. Именно потому, что когда священнослужитель причащает, преподает тело и кровь Христову, он говорит, причащается раб Божий или раба Божия во оставление грехов. Оставление не в смысле прощения, а в смысле прекращения греха в человеке. Что человек не только какой-то конкретный грех, а вообще любой грех для него больше станет невозможным. И мы причащаемся для того, чтобы достичь вот этого состояния. Того состояния, когда человек живет без греха. В ином уже состоянии. Поэтому оно и райское называется. Таинство будущего века. И поэтому... А если продолжить, а мир помазания тогда же? Мир помазания как раз его называют тем священодействием, которое дает человеку возможность, чтобы то семя вечной жизни, которое сеется в нем во время крещения, чтобы оно проросло и человек стал истинным христианином. И иногда еще используют такое сравнение, что если крещение открывает тебе дверь на дорогу, ведущую в рай, то мир помазание делает тебя способным пройти по этой дороге. То есть мы говорим, когда человек принимает мир помазания, печать дара Духа Святаго. Человек принимает Духа Святаго. То, что люди говорят, Бог у меня в душе. Бог в душе. Ведь церковь не отрицает, что это возможно. Бог в душе есть у Сергея Радонежского. Бог в душе есть у Николая Чудотворца. Сам Христос говорит, обращаясь к людям, Царство Божие внутри вас. Или еще раньше сказано в Священном Писании, сердце человека, вот престол, на котором любит поседать Всевышний. И вот получается, что действительно это возможно. И вот это возможно становится как обетование, обещание в таинстве мир помазания. Что для тебя это возможно. Что ты вместилище невместивым Богом можешь быть. Ну и чтобы просто закончить, у нас, я напомню, что семь таинств. Мы сказали про Евхаристию, сказали про покаяние, сказали про крещение, сказали про мир помазания, венчание. Венчание. Это, к этому таинству у нас часто бывает не очень точное отношение. Люди говорят, мы здесь будем вместе, оно нас соединяет, чтобы мы и там были вместе. Это не точно, потому что сам Христос сказал, что в Царстве Божьем не женятся, не выходят замуж. Вот. И поэтому это таинство соединяет людей таким образом, чтобы они вместе достигли ворот Царства Небесного. То есть, когда человек приходит с желанием венчаться, он как бы говорит этим Богу, Господи, мне вот этот человек настолько важен, что мне не все равно, достигнет ли он Царства Небесного. Я хочу вместе с ним. Что будет за порогом рая, мы не знаем. Не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Господь Бог, любящим его. А здесь получается, что вот этот путь важен для нас. И этот человек важен для нас. Бог важнее всего на свете. Но если мы любим кого-то из ближних, как самого себя, и поэтому этот человек уже часть меня. И я хочу, чтобы моя жена вместе со мной пришла к воротам Царства Небесного. Я не безразличен к этому человеку и к тому, каким он будет в вечности. Вот. И поэтому это таинство действительно соединяет, в этом таинстве Бог соединяет людей таким образом, чтобы они вместе могли достичь. А что перерождается. Перерождается. Перерождается иное состояние. Двое станут одной плотью. Да. А, наверное, самое сложное для понимания в таинстве соборований происходит. Потому что зачастую в этом таинстве ведь даже человек может участвовать, по мысли некоторых из отцов, в бессознательном состоянии. То есть, если участие... Нет, нет, бессознательным не может быть. Даже в соборовании? В соборовании не может участвовать бессознательным. У нас бывают исключения, но на самом деле там тоже есть... Когда приходит человек и говорит, вот вы знаете, мне бы пособоровать. Я спрашиваю, человек сам этого хочет? Да, он хочет, он в сознании? Нет. Я говорю, извините, не могу. Но вы знаете, он перед тем, как впасть в полубессознательное состояние, он сказал... Просил. Просил. И в этом выражена его воля. И поэтому здесь я не знаю, правильно ли мы, священники, поступаем или нет. Не могу сказать, потому что у нас нет какого-то жесткого правила здесь. Но мы чаще всего идем навстречу именно тогда, когда человек, прежде чем он впал в полубессознательное состояние, он выразил свою волю к тому, что он хотел бы приобщиться к таинствам церкви. И поэтому вот в ответ на свободный выбор человека, его решение, его стремление, церковь откликается. А как уж правильно, неправильно, Бог рассудит. Так а что в таинстве соборования происходит? Изменение состояния человека. Есть положение в православном богословии о том, что грех – это болезнь. И он поражает в том числе естество человека физическое. И в этом состоянии человек приходит и говорит, Господи, я грешен, я пока еще не могу измениться, но мне тяжело от той болезни. Которая стала следствием моих грехов, поэтому, пожалуйста, Господи, измени во мне вот это состояние, чтобы вот те последствия, которые во мне породил мой же собственный грех, чтобы они ушли. То есть человек еще не изменился, но он просит Бога о том, чтобы Господь вошел в его естество и изменил в нем последствия греха. Последствия. Поэтому это таинство, конечно же, прежде всего, снисхождение к немощи. Не могу терпеть из-за своих собственных ошибок. Господи, помоги, приди со мной, приди ко мне, будь со мной и облегчи мои страдания. Ну и в этом смысле, наверное, хорошее слово, которое мы употребляем во время таинства соборования, о чем просим – исцеление. То есть оно просит не просто исчезновение болезни, оно просит некой целостности, да, то есть нарушенная целостность, и мы просим для человека, чтобы эта целостность в нем восторжествовала и была вновь выстроена. Да. И здесь есть еще два важных момента в таинстве соборования, что, во-первых, именно поэтому невозможно говорить о участии в соборовании детей, потому что их грехи либо неосознанны, и следствие просто их, скажем так, человеческой природы нет вольного греха, скажем так, да. Вот. И поэтому, если ребенок болеет, это не потому, что он вольно устремился ко злу. Вот. А второе важное, что почему праведники, которые болели, далеко не всегда обращались к таинству соборования? Почему нет? Потому что они не воспринимали свою болезнь как то важное, на что им стоит обращать внимание, в принципе. То есть в их духовном пути или вообще в человеческом пути, пути к Богу, человека к Богу, для них это был, может быть, какой-то момент второстепенный совершенно. И эта болезнь, ну, как, скажем, бывают некие неблагоприятные внешние обстоятельства. Там погода плохая, холодно тебе, зима наступила в конце концов, да. И ты просто, ну, живешь с этим. Ну, ты можешь как-то претерпеться к этому. Ты не будешь думать, а, вот зима наступила, и я вот, как же я буду страдать от этой зимы? Нет. Да, и поэтому, если человек достигает некоего спокойного отношения к болезни, то он не обязан идти и собороваться. Если он может преодолеть и заниматься, прежде всего, своим духовным состоянием, преодолеть свои душевные недостатки, то тогда получается, что соборование он не обязан принимать. Только тогда, когда боль от болезни нестерпима. Поэтому мне не всегда понятно, когда приходят собороваться люди, у которых, в принципе, болячки-то повседневные, да. Опять же, я, опять же, не могу отказать человеку, ну, может быть, я не понимаю, да, ну, кто я такой, чтобы судить другого человека. Человек приходит и говорит, мне плохо от этого, я устал от своего насморка. Ну, у меня уже который месяц, да, вправе человека. Ну, бывает такое. Человек устает, да, действительно, может быть, не от тяжести болезни, а от ее долговременности. Именно он, да, и поэтому я не вправе ему сказать, что нет, подумаешь насморк. Батюшка, ну и последнее таинство рукоположения. Да, таинство свещества, оно, очевидно, меняет состояние человека, потому что человек посвящает свою жизнь главным образом служению церкви. И его жизнь, она становится, скажем так, иной в том качестве, что человек, во-первых, христианин, а во-вторых, служитель таинств божьих, да, богослужения. То есть он посвящает свое время, в основном, тому, чтобы научиться самому соответствовать этому высокому служению, а во-вторых, так, чтобы не заслонять собой Христа перед людьми. И вот нужен человек, который посвящает свою жизнь Богу как праведник, да, но священнослужитель — это другое. Он должен быть праведник, как и любой другой христианин. Вот. Но посвящение себя именно служению церковному — это тогда, когда ты встраиваешься в некую форму, для того, чтобы люди, которые не имеют возможности быть всегда за богослужением, они могли прийти и приучить себя к тому прекрасному, скажем так, то, что вот выражается, опять же, в антропоморфных таких вот понятиях, скелет. Да, вот есть скелет. Само по себе богослужение не является спасительным, но оно как скелет внутри тела помогает человеку сформировать свои духовные устремления в нужном направлении, да. Храм — не единственное место, где мы можем встретить Бога. Бог дышит, где хочет, да. Вот. Но это то место, где мы можем встроиться лучше всего, настроиться сами, да, стать подобными. То есть, когда мы говорим, что храм — это место особого обитания Бога, это неправильно, это место, где мы особо чувствуем Бога. Мы чувствуем. Он обитает везде, где есть правда и истина, да. Вот он сам об этом сказал. И поэтому, если человек приходит в храм и может там лучше настроиться на изменение себя, на приближение себя к Богу, значит, в этом храме человек правильно относится к богослужению. И священнослужитель, если он точно так же, да, если он приходит в храм не как на работу, а приходит туда прежде всего, чтобы самому встроиться, помочь другим встроиться. Вот то прекрасное, пускай может быть формализованное, имеющее форму, но в идее, в смысле, в духе прекрасное, то значит, он тоже делает все правильно. А вот вопрос такой возникает. Мы говорим о том, что в таинстве происходит некое преображение, изменение человека. Вот почему тогда, например, таинством не стало отпевание? Отпевание? Ну, это вот осталось в ранге обряда. Ну, потому что таинство смерти уже произошло. Собственно, это и действительно таинство смерти. Переход от этой жизни к жизни иной. Вот. И поэтому отпевание, оно ничего не меняет в человеке. К сожалению, у нас, да, бытует такое расхожее мнение, что человека, когда отпевают, его как бы пускают в рай, дают возможность пройти. Но Богу принадлежит лишь суд. Он сказал. И поэтому, если человека не отпели по небрежению родственников или по какой-либо другой причине, не отпели, неужели Бог не примет его? Царство небесное, если, тем более, человек стремится всем сердцем туда и при жизни, и после смерти, почему нет? Конечно же. Поэтому мы за Бога не решаем. Мы не выносим суд об этом человеке. Хотя, безусловно, в отпевании есть педагогический момент, когда священнослужитель говорит, этого человека мы отпевать не будем, потому что конец его жизни был совершенно неподобающий. Да, неподобающий. Ну, вот приведу пример. Пришли ко мне родственники, допустим. Женщины говорят, вот она умерла, Бога верила. Умерла от болезни. Вроде бы все верно. Отпоете? Да, договорились. Я служил в поселке, где все друг друга знают. Естественно, о том, что придет священник, тоже быстро все узнали. Приходит ко мне прихожанка нашего храма, человек, которому я доверяю, потому что она не склонна ни к сплетням, ни к чему. Человек, который занимается вообще-то собой чаще всего и исправляет себя. Именно поэтому я ей доверяю. Она говорит, батюшка, ты понимаешь, я-то знаю, что мы Бога не обидим, если ты отпевать пойдешь. Но проблема в том, что эта женщина, она гнала самогон, и очень много людей из-за нее погибло. Много семей было разрушено. Просто не поймут люди. Бог-то, он милосерден каждому грешному человеку. Но люди не поймут. Я пришел, спросил родственников, правда ли? То есть, опять же, слухи слухами. Правда ли? Спрашиваю их, родственников. Они, ну да, правда. Я говорю, вы понимаете, что нельзя так. Человек жил. Если бы она пришла и сказала, люди добрые, простите меня, я виноват перед вами. Кто-нибудь слышал от нее это? Сожалела ли она? Я спрашиваю родственников, сожалела ли она, что она так жила? Что она вот зарабатывала себе на хлеб, губя других. А родственник говорит, мы не знаем, может быть, но мы не слышали от нее. Опять же, да. Когда мы на поселке, опять же, отпевали наркомана, ни у кого вопросов не возникло, потому что этот наркоман, он умер от того, что гепатит у него был. Вот. Когда врачи сказали, все, брат, мы тебя не спасем, вот тебе осталось совсем чуть-чуть, скоро ты перестанешь ходить, он пошел, обошел. Всех тех людей, кого он помнил, кому он причинил боль, когда он искал там себе зелье, там еще что-то, кого-то обижал. Он стучался, звонил в дверь, открывали ему, он говорил, простите меня, я виноват. Он не мог вернуть те деньги, которые отнял. Он не мог вернуть то душевное равновесие, которое он лишил людей. Но он попытался это сделать. И поэтому, когда мы его отпевали, ни у кого вопросов не было. Даже те люди, которые не смогли его простить, они не говорили, что вы делаете, как вы можете отпевать такого человека. Поэтому в отпевании, конечно, есть педагогические моменты, есть. Но именно изменения естества, состояния какого-то таинственного нет. У нас совсем немного времени до конца эфира остается. Мне бы хотелось, чтобы мы успели ответить на, наверное, главный вопрос, из-за чего вся беседа-то и затевалась. Как же и что же мы можем ответить все-таки людям, которые говорят, мне не нужны посредники, мне не нужна церковь. Вот вкратце вы уже обозначили, что Бог в душе. Это частая такая отмазка, что называется, для людей. Они не хотят ходить в храм, у меня Бог в душе, я буду лежать на диване. Вот мы в большей степени сейчас даже не про них. А вот приходит человек, он действительно недоумевает. Особенно если он вдруг получил от кого-то такой благочестивый совет. Он пришел с горем, сказал, что у меня там все очень плохо. Ему говорят, иди причастись. Он не понимает, зачем, не понимает, почему. Вот, приходит, участвует вроде в этом таинстве, ничего для себя не получает, потому что, в общем-то, изначально не было расположено сердце его к этому. Вот в качестве, может быть, того вектора, который бы расположил бы сердце людей, и главное, ответил на вопрос, зачем же все-таки в таинственной жизни церкви необходимо участвовать. То есть вот почему в таинствах, причем важно же услышать, что не только крещение, венчание, но еще есть покаяние, еще есть причащение, вот, что в этих таинствах просто жизненно необходимо участвовать тому, кто хочет быть Христом. Здесь вопрос в том, что хочет ли человек достичь состояния богоподобия. Потому что мы говорим именно в этом цель. Если человек говорит, я хочу достичь царства небесного, я хочу достичь богоподобия, мы говорим, тогда тебе необходимо, да, изменить свое состояние покаяния, перемену ума, да, вот. И тебе нужно соединиться с богом, да, в таинстве Евхаристии, соединиться так, чтобы грех навсегда покинул твою жизнь, чтобы ты изменил свое состояние таким образом, что больше нет греха в твоей жизни. И вот до тех пор, пока ты не достиг такого состояния, но если ты хочешь его достичь, тебе нужны таинства. Поэтому если человек говорит, нет, я просто верю в бога, у меня с ним доверительные отношения, я ему что-то говорю, он как-то мне помогает, то ему, если он ничего не хочет в себе менять, действительно не нужно участвовать в таинстве в церкви. Зачем? А вот если человек действительно хочет достичь царства небесного, если он хочет встретить бога с радостью, да, а не со стыдом, то тогда, конечно же, ему нужно участвовать в таинстве. Спасибо большое, отец Дионисий. Наша передача подходит к концу, мы еще с вами встретимся впоследствии, поговорим о таинстве крещения. А сегодня мне хотелось бы закончить вот именно такой, таким резюме всей нашей встречи, дорогие братья и сестры. Вот главное, наверное, чем отличается язычество от православия, от христианства в частности, да, то есть что христианство нового привнесло в языческий мир, это в том числе изменение некой философии культа. Если язычник главным образом был занят тем, чтобы найти место и способы правильного принесения жертвы, то в христианстве совершенно иная философия. Бог приносит жертву, и причем он приносит ее до сих пор, в значении того, что он дает некие дары, он себя дарит. В таинствах Господь дарит себя, дарит свою благодать. Не участвуя в таинствах, не приобщаясь к этой благодати, мы не можем в том числе и приобщиться к Богу. Вот об этом сегодня наша передача была, если резюмировать вкратце. Поэтому если именуем себя Христовыми, то Христа мы должны искать в таинствах, ибо именно в таинствах он себя дарует без остатка. Спасибо вам за внимание, до скорых встреч, до свидания, храни вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»